Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 14 главу книги пророка Захарии. В этой главе перед нами предстает потрясающая картина победоносного возвращения Мессии. И царь восходит на свой царский трон. Он воцарится над всей землей, и его царство не будет иметь конца. И начинается эта картина с последней битвы. То, что знакомо нам как Армагеддон, некая последняя схватка между силами добра и зла. И все это будет сопровождаться потрясающими катастрофами. Но все начинается с того, что народы, языческие народы земли, составляют коалицию для того, чтобы осадить Иерусалим и захватить землю. И все это свершится в День Господень. Последний день, день суда, день кризиса, день последней и решающей битвы. Время последнего испытания. Смотрите, вот уже близок День Господень. Награбленные у тебя враги поделят между собой, у тебя же на глазах. Я соберу на битву с Иерусалимом все народы. Они захватят его. Дома в нем разграбят, жен обесчестят. Половина города пойдет в плен, и лишь половина останется жить в нем. Выступит Господь и сразится с теми народами, как сражается он в День Брани. И дальше начинается следующий эпизод. И так, как будто сам Господь приводит всех языческих народов к стенам Иерусалима для того, чтобы началась последняя осада. И Иерусалим падет. Враги его захватят, потому что силы будут совершенно несоизмеримые. И на глазах у жителей Иерусалима город будет разграблен, женщины будут изнасилованы, и город будет разрушен. Но именно в этот момент, когда язычникам покажется, что они одержали полную победу, а народу Израиля покажется, что для него наступил полный крах и полное поражение, именно в этот момент в бой вступает сам Господь. Вот он выступает как воин для того, чтобы сразиться с теми народами, как он сражается в День Брани, в День Битвы. «Он встанет на горе Мастличной, что к востоку от Иерусалима, и разделится она под ногами его надвое. Пол горы к югу отойдет, а другая половина к северу, и протянется между ними с востока на запад Великая долина». Итак, Мессия своими ногами встанет на Илеонской горе, и мы знаем, что действительно на Илеонской горе состоялось вознесение Господа, и остались следы от его ног. Вот этот образ бога воинств, бога победителей, который становится на Мастличной горе. В действительности это такой хребет, который протягивается на несколько километров, и поэтому под его ногами эти горы раскалываются надвое, с севера на юг, и таким образом с запада на восток образуется долина, по которой народ может спастись бегством. Тогда вы побежите по долине горы Господней, а она протянется до Ацаля. Побежите, как от землетрясения бежали во дни Озии царя Иудеи. Тогда явится Господь, Бог мой, а с ним все святые. В тот день не станет света, застынут в небе светило, и наступит нескончаемый день, ведомый лишь Господу. Не день в обычном смысле и не ночь, вечернее время забрежет свет. Итак, этот образ Судного дня, когда пришествие Бога и эта последняя битва сопровождается природными катаклизмами, катастрофами, народ спасается бегством, как от землетрясения. Времена царя Азии, царя Иудеи, которого пророки обвиняли в том, что он присвоил себе функции священника и позволил себе священодействовать. За это нечестие он был наказан. И здесь мы слышим какой-то потрясающий, победоносный голос самого пророка. Он говорит в первом лице, он говорит, тогда явится Господь, Бог мой, для того, чтобы подчеркнуть этот восторг, это иступление пророка. А с тобой, он обращается к Богу на ты, во втором лице, явятся все святые. Кто эти святые, мы можем лишь только доверить своей интуиции. Это могут быть святые воины, члены народа Божия, которые сражаются с неприятелем. Это могут быть ангелы, поскольку Господь Бог Вседержитель, Господь Саваоф, это Господь небесных сил, и небесное воинство выступает на стороне. В русской традиции замечательный образ святых благоверных князей, которые приходят каждый раз на помощь своим младшим сообразиям, которые должны отражать натиск противников. Поэтому все усопшие праведники поддерживают живущих здесь, как об этом говорится в посланиях апостола Павла, приходят на помощь. Вот кто такие эти все святые, все посвященные Богу. «В тот день потекут из Иерусалима потоки воды живой, половина к морю восточному, к Мертвому морю, половина к западному, к Средиземному морю, и будет это и зимой, и летом». Здесь мы видим не только какие-то странные явления, которые происходят на небосводе, например, ослепительно яркие звезды, светила должны застыть, заледенеть, померкнуть. Они сожмутся и перестанут в полной мере сиять, и поэтому не будет ни дня и ночи, а будет что-то такое странное, странные сумерки. Но другое явление — это потоки воды живой, которые, конечно, мы узнаем в словах Иисуса Христа. Он сам станет источником этих потоков воды живой, потоков жизни вечной, которые проистекут из его ребра и которые он обещает как дар Святого Духа всем будущим поколениям верующих. Также и здесь, именно из Иерусалима, столицы мира, от храма Господня, побегут эти воды живые к Мертвому морю, к Средиземному, во всех направлениях земли, и это будет и зимой, и летом, и днем, и ночью. И все это приведет к тому, что земля станет плодородной, плодовитой, потому что это воды животворящие. И в тот день воцарится Господь над всей землей. Един Господь, и имя Его едино. Итак, этот день суда, день кризиса, последний день этого мира, в действительности день интронизации Бога. Он становится царем всей земли. Нечто знакомое мы слышали в устах Христа, когда Он говорит, прощаясь апостолам, «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Един Господь, и имя Его одно». И вся эта земля, от Гивы до Римона, что к югу от Иерусалима преобразится, станет плодородной долиной. Но Иерусалим останется на прежнем своем месте, наверху, протянувшись от Вениаминовых ворот до пределов первых ворот, угловых ворот, и от башни Хананеля до Царской до Вильнии. Здесь перечисляются географические названия. Некоторые из них нам хорошо знакомы, некоторые неизвестны даже археологам. Но образ того, что вся земля Иудеи превращается в плодородную долину, и лишь только Иерусалим остается на возвышенном месте, наверху, на своем прежнем месте, как неподвижная гора Сион, потому что там пребывает Господь. И эта победа, и этот мир будет окончательным. Никогда уже не обретут Иерусалим на уничтожение, и живущие в нем будут в полной безопасности. А народам, чьи войска нападали на Иерусалим и его разоряли, воздаст Господь по заслугам, поразит их болезнью. Их плоть начнет гнить и отмирать, словно на ходячих мертвецах. «Глаза в их глазницах истают, и языки во рту иссохнут». Здесь описывается какая-то страшная эпидемия, которой Господь поражает врагов Израиля. И это очень напоминает нам казни египетские. Именно так Господь всегда расправляется с нечестивыми, потому что их грех становится источником болезни не только духовных, но и физических. Начинается некая эпидемия, так что люди гниют заживо, хотя они еще на ногах, но они уже как живые трупы. Их глазницы сгниют, языки во рту иссохнут. И в тот день произойдет великое смятение, страшный ужас, который на их голову не спошлет Господь. Каждый будет хватать за руку своего ближнего и будут нападать друг на друга. Последствием этой эпидемии, этой моровой язвы станет то, что люди в смятении начнут уничтожать друг друга, и никто не будет в безопасности. Иуда тоже будет сражаться в схватке за Иерусалим и соберет богатство соседних народов, золото, серебро и одежды великомножествы. И такая же напасть постигнет коней и лошадей, и верблюдов, и ослов, и прочих животных, станах тех врагов. После этого каждый, кто останется в живых из народов, нападавших на Иерусалим, станет из года в год приходить на поклонение царю, Господу воинств, и праздник кущей станет его праздником. Итак, здесь стихи перемежаются. В действительности, тот стих, в котором говорится об эпидемии, нужно соединить с 15 стихом, где говорится о напасте, которая постигнет не только людей, но тоже и скот, и коней, и мулов, и верблюдов, и ослов, и всех других животных. Все погибнут. Рядом с Богом будет сражаться народ иудеи и захватит, как добычу, золото и богатство соседних народов. Но что станет с теми, кто останется в живых? Погибнут только воины. Мирное население останется в живых. Но каждый, кто увидит победу Бога, обернется лицом к Богу и будет поклоняться Ему. Именно поэтому все, кто останутся в живых, после того, как закончится осада Иерусалима, они будут приходить в этот город, но уже не как на войну, но для того, чтобы совершить поклонение царю, Господу сил. И пророк здесь выбирает праздник Кущей. Это единственный из всех великих праздников литургического года, который говорит о милости, щедротах Бога. Это праздник осеннего урожая, поэтому сами эти народы, которые будут приходить, они как эти плоды, созревшие нивы, побелевшие нивы, богатый урожай, который приходит на поклонение Богу именно в этот день. Праздник Кущей напоминает нам о пребывании народа в пустыне, о скитаниях и даровании закона. Если же какой-то из земных племен или народов земли не пойдет в Иерусалим на поклонение царю, Господу воинств, то у него не будет дождя. И если какая-нибудь египетская семья не захочет пойти в Иерусалим на поклонение Богу, постигнет их та же напасть, которая поражает Господь другие народы, за отказ приобщиться к празднику Кущей. Вот что ждет Египет и прочие все народы, не почтившие праздника Кущей. Действительно, мы знаем, что земля Египта питалась не столько дождями, сколько разливами Нил. Но вот если вообще прекратятся дожди, то и Нил прекратит разливаться, и тогда действительно это обернется страшными потрясениями и бедствиями для этого народа. «В день тот даже на бубенцах сбруи лошадей станут писать «Святыня Господня», а кухонная утварь в храме Господнем будет почитаться священной, как чаша, стоящая перед жертвником». Здесь возникает образ того, что весь народ станет народом священником, и поэтому все, к чему прикасается этот народ, все, что составляет даже его бытовую жизнь, станет священными сосудами, священной утварью. Это такой удивительный образ, который мы потом находим в книге «Откровения» Иоанна Богослова, когда весь город станет храмом, и солнце не будет ни в нем, потому что сам Господь, Бог, будет его святильником. Также и здесь исчезнет различие между священным и профанным, и даже колокольчики на конских сбруях будут отмечены. Это святыня Господня, посвящено Богу. Слова, которые высекались на одеждах первосвященника. И даже кухонная утварь, которая используется в храме, в доме Господнем, она будет почитаться такой же священной, как чаши, в которых переносятся кровь жертвенных животных. «И все котлы в Иерусалиме и в Иудее будут святыней Господу сил, так что всякий, кто придет принести жертву, сможет брать их и в них готовить мясо жертвенных животных. А в храме Господнем с того дня не будет более торговцев». Последнее слово представляет собой игру слов, потому что слово «хананеи» и слово «торговцы» звучит одинаково. И это пророчество, которое мы тоже видим в Евангелии от Иоанна, Господь изгоняет торговцев из храма не просто потому, что сама по себе торговля — это нечто предусудительное и часто связано с обманами, но в принципе храм претерпит обновление, в нем больше не будет ничего чуждого. «Хананеи» — это люди, которые живут распущенной жизнью, чужестранцы со своими странными обычаями, и в частности они могут быть торговцами и обманщиками, храм будет обновлен. И в этот последний день истории, в судный день, в день кризиса совершится обновление всего мира, так что храм Господень станет центром жизни человека, центром поклонения, и все народы Земли будут приходить для того, чтобы поспеть своего Господа. На портале «Экзегет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok